Из года в год инициативные одесситы презентуют свои проекты улучшения города за счет общественного бюджета. В этом году представили 131 проект на общую стоимость 156,5 миллионов гривен. По итогам недавних выборов, а по стечению обстоятельств у проектов были свои выборы и свое голосование, депутат горсовета Вадим Терещук рассказал нам свое видение более эффективной работы общественного бюджета. Вы знаете, эффективнее, я считаю, и мы из года в год это делаем, увеличиваем все-таки суммы, которые выделяются на общественный бюджет. Кроме того, я считаю, что можно было бы упростить систему немножко голосования. Сейчас то, что требуется, это необходимо, там иногда паспорт, страничку. Второе, все-таки увеличить доверие людей к реализуемым проектам, чтобы они видели, да, вот я проголосовал, вот я сделал проект, это классно. Одесситы жалуются, что далеко не все проекты, которые приняли, воплотили в жизнь, а ведь на их реализацию есть всего один год. Наш собеседник поясняет, проекты делают не профессионалы своего дела, а это значит, что на определенном этапе могут возникнуть нюансы, на которые нужно оперативно реагировать. Исправление серьезных неточностей требует времени. Мы постоянно за этим следим. Очень часто есть некоторые проблемы в проектах, то есть это его, их делают непрофессионалы. И когда начинают подходить к реализации, сталкиваются с тем, что по каким-то причинам надо там либо перенести проект, либо внести существенные изменения. Кроме того, количество времени, отведенное на реализацию, это один год. То есть в течение года эти средства должны быть освоены. 4 миллиона 600 тысяч гривен было выделено для реализации проекта «Сказочный пруд» в Парке Победы. Это, кстати, один из первых проектов общественного бюджета, который воплотили в жизнь. И вот уже спустя почти три года цель авторов – сделать этот пруд более привлекательным и популярным для туристов и для одесситов, можно считать выполненной. Мне было приятно то, что одесситы до сих пор, когда даже видят меня в парке, всегда подходят и знают уже, что я автор. И они знают, подходят, говорят спасибо. С детьми теперь стало веселее гулять, им нравится освещение. Вдохновением для этого проекта стали воспоминания Юлии Бойко. В детстве она жила рядом с парком, и в то время там были похожие разноцветные прожекторы. Любовь к дендропарку не изменилась годами, поэтому спустя столько времени они с Ольгой Веремчук решили модернизировать идею. Идея появилась, потому что в данный парк, парк моего детства, и там раньше было такое похожее освещение, на другое немножко. Там были фонари разноцветные, которые светили прожектором. И многие, кто жил рядом, помнят это. И вот возникла такая идея модернизировать ту идею и сделать вот такое. Примечательно, что сказочный пруд за три года своего существования сталкивался и с вандалами, и с ворами, но светлую во всех смыслах идею пока не победить. Последний раз ущерб пруду нанесли в июне, когда доброжелатели украли электропроводку. Благодаря неравнодушным одесситам на проблему обратили внимание и систему починили. По-прежнему многое зависит от воспитания наших земляков. Даже самая правильная и полезная идея может столкнуться с невежеством и хамством. И сказочный пруд тому яркое доказательство. Кристина Черновалова, Константин Ищрет, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.